здравствуйте уважаемые садоводы огородники я приветствую вас на канале про цветок меня зовут русских иван и сегодня мы поговорим об использовании дрожжей для садоводства и огородничества как вы можете видеть у меня в кабинете рабочим достаточно много комнатных цветов я люблю комнатное цветоводство мне нравится им заниматься зимой летом постоянно это как-то скрашивает время когда нельзя выйти в огород в сад и полюбоваться растениями и понаслаждаться какими-то работами в открытом грунте поэтому я использую различные способы для фитостимуляции для подкормок и для поддержания их в хорошем физиологическом и эстетическом состоянии один способ который проверен мною годами используется очень очень давно это использование хлебопекарных дрожжей я использую самые обыкновенные хлебопекарные дрожжи которые можно купить буквально в любом магазине использование этого метода основано на том что дрожжи во-первых в процессе своей жизнедеятельности синтезирует огромное количество всевозможных полезных растения в том числе биологически активных веществ кроме того сами дрожжи содержат примерно 12 грамм белка на 100 грамм вот таких вот сухих прессованных дрожжей это много белок как вы знаете содержит достаточное количество азота поэтому такая дрожжевая подкормка является и мягкой азотной подкормкой кроме того попадая в почву дрожжи какое-то время хоть и не продолжительное но продолжают там функционировать и создает благоприятные условия как для корневой системы так и неблагоприятные условия для жизни и развития всевозможных патогенных микроорганизмов есть еще одна замечательная функция дрожжей это их способность стимулировать поверхность листьев фотосинтезу и к другим физиологическим явлениям которые обеспечивают жизнедеятельность растения поэтому я использую дрожжи как для полива так и для опрыскивания растений для того чтобы приготовить раствор необходимо 100 грамм дрожжей одну вот такую пачку растворить в 10 литрах воды я как правило делаю такой вот маточный раствор делаю его более концентрированным а затем разбавляю обыкновенной водой для полива и для опрыскивания для того чтобы дрожжи начали немножечко функционировать я на такой вот раствор добавляю буквально несколько чайных ложек сахара не для того чтобы они там размножились а просто для того чтобы подхлестнуть их жизнедеятельность и чтобы они какое-то время пожили в почве и использовали сахар из этого раствора для своей жизни они используют его достаточно быстро поэтому долго в почве не задержится и погибнут и станут прекрасной минеральной подкормкой как для растений а также дадут дополнительное органическое вещество для жизнедеятельности полезных бактерий других микроорганизмов почве после разбавления я соответственно обильно проливаю горшки контейнеры а также опрыскиваю поверхность растений ну какие могут быть отрицательные стороны этого способа подкормки растений может быть немного запах но мне например нравится запах дрожжей но он достаточно быстро проходит ну и второй минус это то что поверхность листьев может быть покрыта частичками дрожжевого раствора которые достаточно легко при всем том убираются с помощью душа или мягкой губки смоченной в воде поэтому эта проблема также устранимая я рекомендую вам использовать периодически этот способ не только для комнатных растений но и для всех огородных растений особенно в защищенном грунте для томата для огурца для капусты ну собственно говоря для всех растений включая плодовые декоративные особенно в открытом грунте можно их опрыскивать не боятся что они потеряют какую-то свою эстетическую функцию и приобретут налет на листьях надеюсь что вот такой небольшой совет поможет вам держать ваши и комнатные растения и декоративные плодовые овощные в порядке без болезней в хорошем физиологическом состоянии пользуюсь этим способом один-два раза в месяц и у вас будет все в порядке я желаю вам успеха до новых встреч чтобы не пропустить наши встречи подписывайтесь на наш канал вы будете получать уведомления о наших новых выпусках и о всех наших новостях всего хорошего